Для начала измерить давление. Первыми это сделали те, у кого работа особенно нервная. Депутаты. Импровизированные медкабинеты прямо у зала заседания Думы. Здесь можно измерить давление. Одним из первых это делает мэр Риги. 130 на 75, по-моему. А осталось, да. Жить буду. Это для вас нормально? Если бы я каждый день мерил, я мог бы сказать, нормально или ненормально. Так как каждый день не мерил, то предположим, что, наверное, хорошее. Кардиологи говорят, кровяное давление – это первый показатель здоровья сердца. Раньше считалось, что в разном возрасте оно может отличаться. Современные врачи уверены, нормальное давление только 120 на 80. Есть очень большая разница. Или этот насос работает с перегрузкой, или он работает в нормальном состоянии. И как бы это ни было, это уже стопроцентно доказано, как это связано, вот эта нагрузка нашей сердца и сосудов, как это связано с тем, как долго мы можем прожить качественную жизнь. Опрос показал, что 40% латвийцев не знают, каким должно быть нормальное давление. А 6% опрошенных не измеряли его никогда. Депутаты оказались более подкованными. Старость не лечится. Это во-первых. Во-вторых, учитывая, что профессор Эрдлис, который является начинателем этой процедуры, мой любимый доктор, в руках которого я бывал уже многократно, это значит, что мы с ним встречаемся не потому, что мы симпатичны друг к другу. Есть значительно более тонкое обоснование этой проблемы. Сегодня после двух тяжелых комитетов у меня давление чуть-чуть повышено, чуть-чуть. И поэтому я сейчас попрошу сделать еще один контрольный замер. Я думаю, будет лучше. А после каких-то острых голосований и обсуждений меняется давление? Да. Давление подпрыгивает так, что в ушах иногда стучит кровь. Да, это есть. Ну, что поделаешь? Ну, почти как на сцене. Если ты занимаешься движением, спортом, тогда давление нормальное. А во время острых дискуссий в зале заседания не подскакивает? Таких измерений до этого момента еще не было. 80% населения знает, что высокое давление ведет к инфаркту или инсульту. Но, обнаружив его к врачу, обращаются далеко не все. Потому что кардиологи проводят в октябре и ноябре информационную кампанию под названием «Измерь кровяное давление». Яна Рубинчик, Раева, Фреймин, Латвийское телевидение. Последние теплые деньки остались только в воспоминаниях. В Латвии зарядили дождей довольно сильно.